Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходность с реальными событиями является абсолютно случайным. Я знаю, да все об этом говорят, что в Pro Evolution намного лучше сделаны именно все карьеры. Поэтому мы сегодня с вами, ну точнее не сегодня, а за весь этот год примерно будем с вами выяснять, где же все-таки лучше. Ну что ж, давайте начнем с настроек. Частота трансфера в среднем мы поставим, первое трансферное окно включим. Отображение зарплаты ежегодно, сложности игры. Давайте я поставлю профессионал, все-таки у меня выходят еще ролики по карьере за Зенит. Вот, я там тоже играю на профессионале, так что обязательно посмотрите. Ну и по 6 минут поставим мы матчи и денежная единица в евро. Вот, имеющийся игрок и новый игрок. Мы сейчас создаем нового, выбираем национальность. У нас будет, естественно, российский наш футболист. Имя игрока, давайте. Так, Андрей. Точка, точка мне нужна. Точка, точка. Хорев. Все. Имя в комментировании такого нашего бы и не было. Так, и фамилия на футболке. Хорев и в национальной сборной. Это тоже, кстати, интересно, почему как-то странно так в двух сборных, ну точнее в клубе и в сборной можно разный писать. Например, в клубе я Криштиану Роналду, у меня на футболке написано, Си, точка, Роналду. А в сборной я просто, например, Роналду. Так что, может быть, примерно так. Это поэтому и действует. Все, назад. Дальше. Внешний вид. Ну что же. Сейчас это будет намного долго, поэтому я включусь, наверное, тогда, когда мы уже создадим определенного нашего персонажа. Ну что же, друзья, получилось у меня вот такого персонажа создать. Бутсы найковские. Именно вот такая модель. Прям точь-в-точь, если вы смотрите, прям следите за своим каналом. В таких бутсах я и сам играю. Вот, поэтому. Здесь мы все сделали. Внешний вид теперь. Движения остались сделать нам и все. Все, друзья. Выставил я движение. Рабочую ногу. Частота слабая ноги. Я не знаю, что. Поэтому я поставил 2 из 4, половинка. Вообще не понимаю, что это. Теперь тип игрока. Позиция у нас. Мне кажется, больше мне вот эта позиция. Я уже как-то присматривался к этой позиции. Лису ворот. Это бомбардир, ожидающий паса в штрафной площадке соперника. То есть, ленивый немного. Прям все, что можно, наверное, про меня сказать. Который просто ждет паса и все. Штрафной. Потому что охотник за голами это агрессивный бомбардир. Вот, из-под прикрытия там, чтобы в офсайде можно так иногда побывать. И потом искусственный офсайд этот обходить. Все такое отвлекающий. Все. Таран. Но при моем росте и весе я никакой там не таран. Именно, наверное, при весе. Поэтому лису ворот, мне кажется, это отличная будет позиция. Вот. И мы получаем сразу же вот такой вот рейтинг. 69-й рейтинг. Нам 17 лет. Все. 181 рост. 60 вес. Примерно такой же вот у меня. Ну, рост точно. Вот насчет веса точно не могу быть уверен. Может быть и такой. Так. Лига. Естественно, я начну свою карьеру, так сказать, в чемпионате. В чемпионате России. Все. Мне сейчас очень интересно. Потому что от того, какую команду мне выберет игра, у нас будет дальше немного тоже на канале немного зависит. Потому что я хочу сделать карьеру тренера. У нас есть карьера за Зенит. А я хочу делать именно карьеру тренера еще. У нас ни разу такого не было. мы постоянно делали карьеру за какие-то команды но вот за тренера определенного не было поэтому я бы хотел сделать карьеру за тренер и так мне очень интересно я бы очень хотел бы в химках поиграть конечно начать точнее и меня берут в химки это отлично мы начинаем именно с химок август 2020 выпускали свой свой первый профессиональный контракт с командой химки все будем выпуск выступать вместе с моим земляком кирилл баженов я уже посмотрел у нас с ним похоже практически рядом рейтинг у него 66 у меня 69 так сообщение в меню игрока так мне очень жаль и знаю что вы надеялись попасть состав не унывайте ведь это не последний ваш шанс а пока что за сучив рукава средоточьтесь на том чтобы принести пользу клубу желаемый номер я к вашему услугам мы знаем так меню игрока мои данные то мы смотрели тренировка что насчет тренировки я вообще не знаю напишите в комментариях что здесь вообще стоит что не стоит потому что я смотрел как ты здесь очень долго тренировка способностей там тысячи дней и 150 дней его тысячи это самый верх потому что смогут вам показать просто уберу например вот отсюда все вот и например тренировка ну вот ножниц да вот да но это поменьше кстати но это наверное самый легкий потому что как смотрел например я не знаю даже удар подъемом вот хотя нечет это прям реально меньше странно конечно ладно так что тоже напишите в комментариях что нам стоит тренировать что не стоит вот я бы например был убрал бы защиту бы поставил бы 2 вот скорость я не знаю скорость нам тоже нужно я бы защиту давай тогда на один поставлю все-таки на первое время так сказать и посмотрим что у нас здесь есть дары с подсечкой сложный дальние удары головой удар с наклевом по звездной ситуации прямым вращением ныряет перед вратарем я не знаю у меня сильные должны прям быть ударом вот а вот это мне нравится кстати штрафные я очень хочу научить здесь бить штрафные поэтому вот через 200 дней мы научимся ну 200 дней но это практически блин друзья это год практически можно сказать больше полугода нам тренировать так что напишите в комментариях здесь также можно всякие разные позиции еще это я тоже знаю меню игрокам предпочитаемая позиция давайте тоже сделать запрос на центрального форварда предпочитаемая позиция номер 13 у меня номер сейчас вот такие их дела так где мой кстати друг 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 вот бажена 8 7 номер кирилл баженов 20-летний полузащитник хима мой земляк вот просто напишу давайте мне девятку не естественно там сразу на час откажут запроса трансфер но я ничего не могу взять то сейчас не трансферный период вот план игры давайте тоже посмотрим я являюсь нападающим 69 рейтинг как вы видите у меня в конкурентах есть дидюн у него тоже про до 69 канаты масуренко оленев ну то есть сейчас я топ-2 нападающих в химках все вот здесь брайан и до вы еще посмотрим конечно как мы заиграем еще перевести время переводим и ждем итак меню игрока нам приходит сообщение отлично мне сразу же дали девятый номер помните как вы мне сказали что хотите на майке номер 9 а я вам отвечал что под ним играет марту севич знаете сначала руководство клуба не рассматривал это даже гипотетически но я все же прислушали но все же они прислушались к вашей просьбе теперь номер девятый ваш то есть отлично можно сказать что я самого начала вот сегодняшняя игра не знаю смотрели ли вы какие состав не знаю смотрели ли вы какие состав такие схемы будучи в игре но я подумал что лучше расскажу сам это помощник тренера вы начнете игру как центральный нападающий знаю что вы отдадите игре все силы отдадите прошу лишний терять концентрацию то есть мы в старте в матче против урала домашняя игра у нас я девятый номер друзья могу вам сейчас это показать предпочитаем номер вот я девятый номер отлично супер мне дали сразу девятый номер потому что всю карьеру за игроков и 20 отыграл под девятым номером даже мы помним этот баг поэтому следующий матч мы здесь начинаем что насчет камеры я буду играть вертикальный то есть абсолютно она будет отличаться от обычной игры не будет никакой там тв-трансляции сидит такие я буду играть именно как профессиональный игрок вот чтобы тоже как камера профи можно сказать вот химки урал и так замечательный вот такой вот у нас домашний стадион он так сказать арена химки так она и написано химки арена вот разминаются наши игроки капитан у нас голкипер хомич ну что ж мы очень заряжены сейчас все таки это наш дебют в профессиональном футболе можно сказать мне 17 лет мне дали девятый номер я заслужил его поэтому всем спасибо друзья уже сразу поддержку уж точно я там последний наверно выхожу если я ничего не перепутал с такой стрижка я там вроде как один да я последний вышел вот ну и химки уж точно готовы дебютанты чемпионата и у них очень мне нравится эта форма вот прям очень нравится вот он я ну все давайте начинать старт нашей карьеры химки урал поехали так получаем получаем передачу мы уже почти в штрафной и вот это у ее нам сразу же у нас фалят штрафной 9 минута матча устное предупреждение получает дмитрий ефремов а я лежу на газоне не дай бог мне травму и что-то показываю действительно вот он первый практически друзья момент и меня срезает ефремов получаемый мяч ой как еще и отлично оставили его при себе можно сказать да опять фалят вторую же фолу на мне теперь уже мискис фалит и что я творю через себя сразу же пробиваю на этом во всаде скорее всего был да да но удар классная как у меня получилось причем ничего я же не изучаю такого значит я сам это от природы могу получаемый мяч и немножко я смещаю эту атаку на фланг и вот снова срубаю но это без фола было вот и все меня заменили дидюн выходит вместо меня ну и давайте уже досмотрим естественно остаток матча и все друзья заканчивается у нас первый матч в нашей карьере со счетом 0-0 хинки ну не сказать что теряют очки они наоборот их сохраняют потому что урал серьезно действительно соперник и против такого соперника сыграть на ноль это даже похвально остальные матчи динамо разнесли ротор на выезде со счетом 3-0 локомотив уверенная победа над тулой уфа минимально обыгрывает ахмат на выезде сочи играет в ничью с краснодаром зенит минимально обыгрывает рубин спартак играет в ничью с ростовом 22 и цск на выезде обыграет минимально тамбов и так сейчас после первого тура мы находимся на 10 строчки мы делим ее вместе с уралом к примеру тот же краснодар сочи спартак ростов они просто играли в ничьи 22 поэтому вот они находятся выше так как они забили намного больше в матчах своих у нас пока что все оценку мы еще получили 5 5 за матч вот хотя я там не знаю даже что и делал вроде ничего такого пассы отдавал боролся верховые там все такое итак лучший футболист европы ну скорее всего сейчас действительно леонель месси до месси достойной награды лучший футболист европы вот к чему нам тоже нужно стремиться друзья может быть наш карьер действительно мы выиграем и этот трофей и долго игрок клуба химки дал следующий комментарий в потом о чем интервью так и бывает когда мяч не идет в ворота вы куда переснули то я читаю когда мяч не идет ворота но это футбол ничего будете на нашей улице праздник ну и незабываемый день месси получил игрока года в европе все следующая у нас игра будет против динамо на выезде и потом еще будем играть против csk это вот будет намного интереснее мне кажется итак сообщение не знаю но это снова так что мы сегодня слова в стартовом составе в матче против динамо что там сейчас динамо как они первые собирали они выиграли до 3 0 они разгромили ротор на выезде поэтому сейчас у нас играем причем динамо играют дома будет очень тяжело конечно против них но мы будем все-таки стараться и так уже второй тур и мы приезжаем в гости к московскому динамо очень серьезный соперник первом туре они безжалостно разобрались с дебютантами чемпионата с ротором 3-0 разгромили их на выезде мы посмотрим как мы сегодня отыграем против них в центре поле динамо динамо москва химки поехали вперед отдаем и но я в ноготь на самом деле отдавал я не знаю накрывают мой удар первая вообще попытка за эти полтора матча пробить сзади мы получаем по ногам но это штрафной 69 минута желтая карточка для очень даже интересно для кого коборо шар или коборо против меня фалит я успел дать передачу и он сзади влетает в меня ну и все меня заменили опять на 70 примерной минуте и так заканчивается матч динамо потеряли очки это уже действительно динамо химки 2 ничья подряд но и у нас оценка 6 5 кстати мурнин лучший игрок матча именно из нашей команды и так после второго тура мы видим что две таких команды которые сыграли первых своих два матча в ничью это химки и краснодар сейчас мы идем на 11 строчки и пока что не забили не пропустили 6-0 у меня средняя оценка за эти два матча но рейтинг естественно не будет меняться если не будет голов ну что же и добу игру клуба химки дал следующий комментарий после матча интервью так и бывает так но это то же самое абсолютно то же самое что и после матча у нас было с уралом поэтому сегодня нас последний день трансеров мы переводим время там скорее всего сейчас будут выездные матчи ну для сборной именно товарищеские нас естественно не взяли стартуем и 12 сентября двадцатого года в матче против цска кубки россии нам сразу дают цска который сейчас так прочитаем да мы снова в стартовом составе вот цска москва идут они сейчас на первой строчке у них две победы ну и посмотрим как мы сегодня отыграем против цска и так химки цска мы на каком-то абсолютно другом стадионе хотя написано что мы хозяева этого поля но мы действительно каком-то стадионе вот арена химки наверно как раньше это было а кинфеев не смогу сам пообнимался со мной кто-то пообщался не видно конечно сейчас по спине и по по лицу тоже не понять химки цска первый тур для нас кубка россии поехали но здесь нас просто срезали сейчас и это должен быть штрафной да на нас фалиты игрок цска сразу же он причем в корпус отыграл все друзья заканчивается основное время счет 0-0 мы отыграли все 90 минуты я не знаю сразу ли сейчас будет пенальти либо мне дополнительное время нам написали я не знаю буду я играть в это дополнительное время вряд ли да меня заменили на дополнительное время вышел у нас скорее всего дидюн да вместо нас и все друзья 0-0 в основное дополнительное время в матче химки цска и сейчас у нас будет серия пенанти поехали будем только здесь с вами наблюдать я естественно не пробиваю хотя у нас убедил лучше пенальтист в команде 78 него оценка а лучше пенальтист цска это влашич у него оценка 83 поехали и так игроки цска готовы а кинфеев всех зарядил к мячу подходит дидюн который отыграл всего лишь 30 минут в этом матче выйдя только в дополнительное время я отыграл все 90 минут и так дидюну мяча против него игоря кинфеев старт серии пенальти в матче химки цска кубок россии и по центру вот так вот пробивает видео я бы понимал если бы он отыграл весь матч и тогда бы уже сил бы не хотела разводить угла по углам вратаря но он пробил по центру гаич но гаич вот как раз и развел развел нашего голкипера корян корян подходит к мячу и тащит игре кинфеев 2 пенальти не сбивает кинфе сейчас скорее всего забьет игрок цска и отлично сигарсон не забивает но это есть шансы шансы есть всегда нужно нужно сейчас химкам наконец-то забивать ломовицкий и ломовицкий пушка страшно но он вколачивает этот мяч сейчас нужно сделать какое-то чудо и к мячу подходит никола влашич лидер цска по пенальти у него лучшая оценка именно по пенальти посмотрим смотрим как он сейчас отыграет и как сыграть наш голкипер удары и нет все таки не дотянулся немного наш голкипер и так тащит тащит игре кинфеев и все скорее всего сейчас последний пенальти решающих мячу подходит федор чалов если он сейчас забивает то цска выигрывает в серии пенальти чалов у мяча медленный разбег удары тащит тащит наш голкипер оставляя живу интригу интрига все еще жива к мячу подходит мурнин посмотрим как он сейчас справится с давлением нужно забивать и тогда серия продолжится еще один удар забивает мурнин это 2 2 ну и теперь лишь бы лишь бы отбил наш голкипер удар цска к мячу подходит алан загоев очень опасный момент сейчас конечно и дзагоев забивает и все цска по серии пенальти проходит дальше в кубке россии поздравляем их с этим но химки вылетают в первом же матче нынешнего кубка россии предыдущим они дошли до финала проиграв в санкт-петербургскому зениту финале но здесь сразу же попались на цска на сразу на серьезного соперника но основное время дополнительное они провели очень хорошо отыграли даже на ноль но и ничья все-таки уфа даже проходит дальше спартака ростов проходит урал по пенальти 76 дальше проходит динамо москва зенит проходит минимально тамбов ротор выносит краснодар сочи выносит уверенным арсенал локомотив минимально разбирается с рубином но цска по пенальти проходит химки и будем мы наблюдать следующие вот матчи уфа встретиться с ростовом динамо встретиться с зенитом как я так понимаю ротор встретиться с сочи локомотив встретиться с ска скорее всего так все и будет за три матча у нас вот оценка 5 и 8 ничего практически мы не можем показать и давайте так если прям действительно у нас будет плохо идти игра пять матчей там можно сказать подряд то я поменяю вот еще у нас два матча осталось это против арсенала и против уфы и если вот против них у нас также ничего не получится сделать я поменяю сложность делаю чуть послабже сообщением мы получаем сегодня вас не включил не в основной не в резерв вот так с тулой значит мы не играем даже и химки выиграют сразу же как только мы не в стартовом составе химки выиграют 4 2 арсенал и это первая наша победа в чемпионате теперь мы на восьмой строчке мы поднялись поздравляю вас болельщики меня и не было в заявке даже на этот матч поэтому никакой изменения в оценке не должно быть снова объявление состава национальных сборных сообщение мы получаем мне очень жаль знаю что вы наделились попасть но это просто там сборной россии куда мне еще с рейтингом 69 то попадать в состав сборной россии ну и теперь вот у нас игра выездная против уфы не знаю буду ли я играть или нет но написали что да я в стартовом составе поэтому посмотрим как мы отыграем два матча друзья напоминаю этот и следующий если у нас ничего не получится будем менять сложность потому что она на профессионале очень тяжело мне кажется играть и так уфа химки четвертый тур четвертый тур чемпионата россии мы приезжаем на выезд играем мы сегодня на выезде и играем против уфы снова мы на позиции причем нападающего да здесь никаких изменений особых и не было главное теперь вот доказывать что это просто была случайность что меня не было стартовом составе и химки выиграли 4-2 тульский арсенал и тащи тащит гол кипер это бри билина вроде андрей выручки не знал ну здесь это я даже не знаю я навешал на самом деле но это прям как опасный удар сейчас был прям под перекладину но билина потащил но попадая в центрального защитника какой сейчас мог куда-то полететь и вот она хорошая передача и бей и не забивает кто это георгиевский не забивать вы просто посмотрите какую я на него идеальную передачку до сейчас отдал идеальная в ногу уже никто он даже но просто мимо то просто мимо и обидно голевую передачу у меня он просто сейчас забрал получаемую передачу здесь нам сзади прям в ноги влетают 81 минута очередной штрафной желтую карточку получает уже второй игрок который на нас фалит получает ее сухов сухов на нас фалит ну и мы здесь тоже грамотно ставим корпус постоянно и получаем сзади по ногам мы сейчас в любом бы случае меняли мне кажется до замена сухов получает желтую карточку вместо нас выйдет наверное дидюн и все снова нулевая ничья в матче против уфы на выезде поэтому друзья но мне кажется здесь не нужно даже четвертого пятого матча для показателя того что тяжело очень играть сейчас мы пытались создать моменты поэтому я наверное сейчас поменяю все таки сложность игры именно в этой карьере будем на обычном все таки игроки 8 место все так же за нами 6 очков в нашей копилке ну и оценка 6 и 0 после четырех матчей так что сочи мы уже выйдем а на нормальном уровне и матч против сочи как раз это будет последняя игра на сегодня да мы ставим старте это отлично так переходим в систему основные параметры на обычного игрока я переключусь ну что же домашний матч против сочи мы играем поехали итак выездная игра для сочи мы сегодня играем дома и последняя игра на сегодняшний выпуск у нас и играем мы этот матч на уровне сложности обычный игрок то есть не на профессионале потому что очень тяжело никаких моментов мы абсолютно не можем создавать поэтому я решил попробовать понизить сложность и вот она хорошая сейчас передача ну и не забивает не забивает и я левый пробивающие но неплохо кстати пошла сейчас это моя атака мой удар левой ногой и вот снова я пробил но не точно два уже удара буквально здесь за пять минут у меня получилось но все-таки на этой сложности мне дают хотя бы пробивать осталось только теперь точно делать это итак нас заменили выходит дидюм на 75 минуте и все друзья со счетом 0-0 заканчивается матч против сочи ну что ни разу у меня не получилось вместе с командой победить одно поражение у нас это в кубке россии вот но на этой сложности я хотя бы получилось меня пробить поворотом поэтому я пожалуй ее и оставлю на следующие выпуски вот пятый тур заканчивается седьмая строчка зато у нас после это вот очередной ничьей 6-1 у меня оценка повысилась немного но к рейтингу это никакого отношения естественно не будет влиять без голов нам приходит сообщение я на скамейке запасных матчей против зенита с этого матча мы и начнем следующий выпуск сборная месяца кому интересно 4 игрока из зенита до 33 игрока из химок это гапон полярус и ломовицкий вот два игрока из цска обликов и акинфеев и игрок из уфы middle cл как так наверное читается вот это лучшие игроки сентября нас пока что естественно здесь нет но лучше футболиста понятно вот леонель месси кому тоже интересно на втором месте крещено роналдо и на третьем кивин дебрюй все на этом спасибо всем большое друзья за просмотр вот здесь покажешь тоже следующий матч всем спасибо большое за просмотр подпишись на канал ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы которые у нас будут теперь выходить по воскресеньям с вами был андрей канал футбол это жизнь до новых встреч друзья всем до свидания до новых встреч